Здравствуйте! Вы на канале как, что, где, когда и с вами я Лидия Шилова. Сегодня я хочу предложить вам сделать вместе со мной маску на основе коллагена. Также я хочу вам напомнить, что прежде чем мы начнем делать нашу маску, вы должны обязательно проверить маску на то, чтобы у вас не было аллергии. Аллергенные вы на коллаген или не аллергенные. То есть намазать маску вот здесь, подождать 10-15 минут, потому что это очень важно, особенно с коллагеновыми масками. посмотреть, нет ли у вас покраснения. Только после этого, если вы увидели, что у вас не изменилась кожа, ни цвет, ничего, значит вы наносите на лицо, шею и зону декольте. Также, пожалуйста, коллагеновая маска имеет свою специфику противопоказания. Если у вас на коже есть какое-то раздражение, порез или же у вас были акни и вы давили или вычистили кожу, ни в коем случае нельзя на такую кожу наносить коллагеновую маску. Пусть вначале у вас кожа заживет, все это сойдет и только после этого можно и нужно наносить коллагеновые маски. Что такое коллаген? Коллаген это белок, который обладает клейкой консистенции и является основой клеток для ногтей, волос и кожи. Коллаген придает коже эластичность. С возрастом, к сожалению, коллаген синтезируется все меньше и меньше нашим организмом, а потом и вовсе перестает вырабатываться. В результате на коже появляются морщины, она становится дряблой, сухой, шелушится, теряется овал лица. В косметологии используют коллаген для кремов и масок. Маски считаются более эффективными, чем крема, так как содержит больше коллагена. Коллаген бывает различного происхождения. Животный коллаген вырабатывается из шкуры крупного рогатого скота. Растительный коллаген из протеинов пшеницы. Морской коллаген вырабатывается, используя кожу рыб. Коллагеновые маски самые эффективные среди всех омолаживающих средств. Коллаген замедляет процесс старения кожи, помогает избавляться от морщин и восстанавливает упругость кожи. Недостаток коллагена может испытывать кожа любого возраста по разным причинам. Поэтому маски с коллагеном показаны всем женщинам, которым необходимо улучшить синтез этого белка в коже. Особенно полезен коллаген обладательницам чувствительной и сухой кожи, склонной к преждевременному старению. Для нашей маски нам понадобятся следующие ингредиенты. Авокадо 1 чайная ложка, коллаген 1,2 чайной ложки, масло любое, оливковое или авокадо. Или же я использовала Ти-3 ойл, ароматизированное любое масло для лица 5 капель. Сливки или сметана 2 столовые ложки. Желательно, чтобы сливки были повышенной жирности и сметана тоже была жирной, если вы берете сметану. Начинаем готовить нашу маску. Итак, для приготовления нашей коллагеновой маски нам понадобится авокадо. Мы берем, набираем вот такое количество, чайную ложку авокадо. Остальное мы кушаем. Это используем только для маски. Это авокадо мы разминаем хорошо вилочкой. Вот получилась у нас масса такая. Сюда мы добавляем коллаген. У меня вот такой вот коллаген, он рыбный. Коллагена мы берем 1,2 чайной ложки. Видно, да? 1,2 чайной ложки. Он в порошке. Так что мне легко его высыпать сюда. Сюда мы добавляем 5 капель. Я добавляю Ти-3 ойл. Это у меня для лица. Косметическое ойл. Можно добавить любую другую. И сюда мы добавляем жирные сливки. У меня сливки 33%. Жирных сливок мы с вами добавим 1 столовую ложку. Видно, да? 2 столовых ложек я добавлю. Это все вместе мы перемешаем. До однородной массы. И наносим кисточкой маску. Вот она у нас получилась, как густая сметана. Нам вполне достаточно этой маски. На лицо, зону дегольте и шею на 30 минут. Вот такой рецепт маски. Мне хотелось сегодня вам рассказать. Если вам понравилось это видео, я буду рада видеть вас в следующих своих видео. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Ставьте свои лайки. Пишите свои комментарии. Всего вам доброго. До новых встреч!